но если мы говорим о том что есть дескать такая вот плохая ужасная философия основана на невежестве и глупости то наверное есть такая философия которая является наукой пиздец не философии наука не является чел все хорошо мы мы пережили это да да конечно наук это является марксистская философия сейчас философия является наукой ручки то вот блять а ручки то вот а маркс вон там уже смотрите-ка ладно прошу прощения а что давайте просто откроем так с открытым сердцем пройдем к процессу что если существует научная философия каковы ее тогда проблемы то каков ее предмет дает ли она такое знание которое нельзя получить никаким другим способом кроме как философским познанием и для того чтобы ответить на вопрос является ли философия наукой а пожалуй не откроем карла маркса лучшего способа ридриха энгельса чем владимир ильича ленина иосифа виссарионовича сталина откроем у самих людей ведь в конце концов что такое наука должен понимать любой человек который имеет среднее образование я думаю все из вас имеют среднее образование я думаю ничего трудного для вас нет поэтому пожалуйста что такое наука дайте мне пожалуйста определение о охуенно нету науки определения науки кто угодно но я могу дать несколько определений но вот именно что одного нет наука это то что соответствует научной методологии а научная методология она чем определять критерием фальсификации а марксизм не проходит через критерии фальсификации поэтому не является наукой упс ну например я не знаю давайте давайте на друзья фальсифицируемостью допустим это способ добычи объективного знания совершенно верно как мой лол озвучили самое кринжовое тупое неправильное определение науки он такой совершенно время на блять совершенно верно а вот маркс добывал объективное знание как бы ну круто объективистские позиции в рамках философии науки они самые уязвимые для критики вообще в принципе да они наиболее распространенные среди быдла и ну не шарящих людей очевидно но при этом всем они сами и самые уязвимые для кредит для критики и мы начинаем именно с того что мы критикуем объективистскую позицию и и проще ракетиковать ну смысл вы докажите что ваше знание объективно такое говорила как процесс нам люди в принципе всегда познавали мир нахуй на короче чувак сейчас будет рассказывать там что такое наука с точки зрения двух дегенератов в бородатых короче которые жили в девятнадцатом веке до того как философия науки начала развиваться в двадцатом веке как-то так охуенно дело в том что сейчас будет разбирать науку с позиции тех людей которые даже терминологически не понимали что такое наука этого это важно отметить и более того немцев блять немцев это тоже принципиально важно потому что в немецком языке слова высеншафт она просто ну по объему понятия отличается от собственно слова science то есть слова science которая в английском языке обозначает науку и слова высеншафт которая собственно в немецком языке обозначает науку это слова с разным объемом высеншафт почти любое знаете как и epistema можно здесь воспринимать греческое да слово science но намного намного более узкое кстати слово наука в россии она скорее ближе к высеншафту к сожалению к сожалению но при этом мы все равно очень часто употребляем слова наука в значении в том числе и соответственно science хотя иногда скатываемся на весеншафты и всякие у нас появляется но собственно гуманитарная наука например да не arts например а гуманитарная наука какая-то вот у нас наука почти все но и согласно немцам буквально наукой все оказывается к сожалению потому что это высеншафт и но то есть это это epistema такие своеобразные буквально знание все что можно выразить в знании все есть наука в кавычках да причем слова знания ну оно такое познание происходило в практике она была неотъемлема от практики она познание не может происходить в практике ему просто мозги проели марксисты ладно 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 познание дело исключительно теоретическое это способ составления представления о том как устроена реальность главный вопрос познания как раз да вообще знание и познание он заключается буквально в том как сделать наши представления такими же как устроена в реальности когда мы занимаемся практикой мы не занимаемся тем как она устроена в реальности нам без разницы вот как бы как что с что что вот этот металл чем он является в реальности на самом деле нам важно этот металл обработать нам важно его получить, обработать и использовать. Поэтому огромное количество ремесленников, ну, тупые, и они не задаются вопросами о, собственно, том, что этот металл на самом деле означает, да, чем он на самом деле является. Им неинтересно, по большей части. До сих пор даже, кстати, нередко им неинтересно. Большинство инженеров очень тупы в области физики, например, современной тоже, да. Что-то знают, но большую часть не знают. Какие-то общие представления об этом, типа, имеют, но и не очень интересно и важно. Просто невозможно же ответить на вопрос, является ли философия наука, если мы не знаем, черт возьми, что такое наука, соответственно. Нет, это наука является философией. Весь парадокс заключается в том, что все буквально наоборот. С чего наука начинается? С наблюдения и с экспериментов. Ну, если мы говорим про естественную науку, которая сейчас, по сути, которая сейчас с собой пытается... Если мы говорим про естественную науку, то марксизм не является естественной наукой. И философия не является. Вот к вопросу, да, с чего начинается наука, он хороший, потому что... Ну, как хороший? Ответить на него прямо практически невозможно, потому что непонятно, с чего он начинается. С наблюдения экспериментов или все-таки с рационализмом и определенных рационалистических методик? Может быть, он и с того, и с другого одновременно начинается. Ну, ладно. Заменить абсолютно всю область человеческого познания. Сначала у нас появляются единичные факты на основе наблюдения и эксперимента. Ещё? Ещё? Сколько фактов вам нужен? Какая выборка? 20. Ещё 20, да? Вот сразу видно... Не, не согласен. Во-первых, потому что всё начинается с феноменов. Это F. F должно обозначаться словом феномен в данном случае. Феномены, явления. Явления, да, мы наблюдаем явления. Факт — это уже записанный феномен, на наш взгляд. А для того, чтобы записать феномен, нам нужна определённая речевая система. А речевая система, терминология, какая-то система логических связей, которая позволяет нам всё это понять, не понимать, она предоставляется теорией. Поэтому у нас должны быть теории до того, как у нас есть факты. У нас есть феномены, у нас есть теории, и только потом у нас есть факты, которые уже пересматриваются в контексте новых теорий, допустим. То есть сначала феномен чистый, без объяснений, да? Потом определённые, тезаурус, а тезаурус неоткуда больше брать, понимаете? Он из теории. То есть сначала феномен, потом теория, в которой разрабатывается язык, на котором мы описываем факты, и только потом уже формулируются факты. Вот. И только так может появиться научный факт. Почему факт конкретно научный? Потому что этот факт сформулирован с помощью научной теории, по большей части. Вот. Вот в чём нюанс, да? То есть самих по себе фактов не существует вне контекста теории. Эти все единичные факты, они объединяются в общие факты. Но из общих фактов, как я уже говорил, нужно как-то выделить теорию. Как это делается? С помощью размышления. Чел. Смотри. Сначала люди предлагают теорию. Ну, есть какой-то общий такой пул известного чего-то. Люди предлагают рандомные теории, их очень много. Потом теория фальсифицируется. А, я понимаю, он же про Поппера нихуя не знает, простите. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, тяжело. Тяжело, когда марксисты отвергают Поппера, по которому работает современная, естественно, наука. Это грустно, да? Конечно. Но вот как-то вот так вот оно и функционирует. Теория вообще может быть придумана из нихуя. Ну, приходишь, короче, чувак пришёл, выдумал какую-то ебанутую теорию, не зная вообще никаких фактов. Предложил её физикам. Физики такие, так, вроде бы это не противоречит тем фактам, которые мы знаем, например, да? Вроде бы не противоречит. А что дальше делаем? А, ну, давайте фальсифицировать, если она фальсифицируема. Всё, если она фальсифицируема, она научна. Поехали дальше, фальсифицируем. Ой, она была опровергнута, сорян. Ой, она не была опровергнута. Ну, прикольная теория, рабочая. Теперь давайте наследствия всякие её практически смотреть и прочие данные. То есть, в целом, вот этот гипотетико-теоретический способ рассуждения, он в том и заключается, что мы можем без выделения каких-то, в кавычках, общих фактов, соответственно, да, предлагать теории. Ну, просто не должно, ну, противоречить нашему некому мировоззрению так абстрактно. И, соответственно, должно фальсифицироваться всё. Ну, как бы, конец. Нам не надо даже много наблюдать чего-то, соответственно, и что-то изучать. Понимаете, в чём дело? Это даже необязательное требование. Мы можем предложить теорию, которая не противоречит тем феноменам, которые мы и так знаем, что легко. Вот. И потом предложить те феномены, которые могли бы, да, опровергнуть нашу эту теорию. Вот, например, если вдруг будет феномен штрих-1, тогда теория ложна. Вот так вот. Вот такое условие сформулировать, чтобы теория, и чтобы из теории, и чтобы из теории логически это вытекало при этом. Ну, абсолютно желательно. С помощью человеческого мышления. И никак иначе. И нового пути, кроме как мыслить о фактах, у нас нет для создания теории. Ну, не создаётся по-другому теория, понимаете? Ну, более того, опять же, следует сказать, что ни один теоретик физики не обладает всей совокупностью фактов о мире, которые даже известны науке на данный момент, так скажем. Ну, их просто невозможно запомнить. Просто вы предлагаете теорию, вы предлагаете теорию, преподносите её преподавателям, преподаватель такой смотрит и говорит, блядь, вот вообще-то вот тут есть такой фактик, который мы видели, он противоречит твоей теории, давай новую. Как-то так может быть. То есть даже в этом плане овладеть всем пулом фундаментальных этих фактов не обязательно на самом деле. Но никто не может учесть все возможные факты. Соответственно, мы можем говорить о том, что наука, она так или иначе, и сейчас мы пока что говорим только о естественной науке, она состоит из двух частей условных, назовём. Первая часть – это получение эмпирических данных, эмпирика. И вторая – это получение рационального знания, выведение рационального знания из этого эмпирического знания. То есть стадия теории. Допустим. Только это ни хуя не стадии. Это ни хуя не стадии, блядь, звонов. Ты ни хуя не знаешь и ни хуя не шаришь, блядь. Кстати, вверху ты обосрался ещё один раз. Эксперименты проводятся уже после того, как у тебя есть теория, блядь, всегда. Эксперименты опровергают теории. Это главная их функция. Главная функция экспериментов – это опровержение теории. Нету никакого смысла просто так, блядь, кидать грузики где-то там и в жопу себе засовывать какие-то фалоимитаторы. Это просто бессмысленно. Для чего проводить эксперимент, например, в котором у нас две трубочки есть, из которых выкачан воздух и мы кидаем два предмета вниз. Потому что согласно теории Аристотеля, блядь, потому что согласно теории Аристотеля, в общем-то, были такие-то представления. И он считал, что следствием из этих представлений является то, что предметы падают в зависимости от тяжести с разной скоростью. Вот. Мы убрали один из факторов воздух, воздушную среду убрали. И оказалось, что перышко и металлический шарик падают в безвоздушном пространстве одновременно. Нихуя себе, да, Аристотель обосрался. Это называется фальсифицируемость, ребят. Это называется фальсифицируемость. И когда проводится эксперимент, знаете, когда уже известна теория, это фишка эксперимента. Ну вот так вот он работает. Нам нету смысла просто так брать и выкачивать воздух из двух трубочек. Просто по приколу. Просто по приколу. Знаете, просто так вот. Просто, блядь, давайте повеселимся. Чё нам? Наблюдение мы и так можем вести наблюдение, безусловно, за всем чем угодно. И можем даже целенаправленно вести наблюдение, да. Только эксперимент-то он для того и нужен, что, ну, мы по определению эксперимента определенные явления ставим, ну, ограничиваем у других явлений. И в итоге у нас получается какой-то результат. А в чём заключается результат? Результат заключается в опровергнутой теории. В этом суть эксперимента в данном случае. И поэтому, собственно, да, есть какая-то базовая такая у нас эмпирика, которая заключается в наблюдениях. Но это вряд ли является чем-то специфически научным, потому что наблюдениями располагают все. А вот рациональный уровень, он идёт до эксперимента всегда. И вот специфический уровень эмпирический, который у нас имеется, то есть эксперимент, он всегда после теории следует. Мы не получаем... Смотрите, это так не работает, чтобы мы экспериментировали до того, как получим теорию. Какой в этом, блядь, толк? А что мы проверяем экспериментами? В том, что, значит, есть лошадь, есть чашка, а вот лошадности и чашкости мы что-то не видим. Как же так? А если помните, у Платона теория идей, мир идей, мы вспоминаем идеи, которые где-то в облаках витают до того, как мы их вспомним. Так вот, и у него спросили, собственно, где чашность, где лошадность? На что он ответил, что для того, чтобы увидеть чашку и лошадь, у вас есть ваше чувственное восприятие. А для того, чтобы увидеть чашность и лошадность, у вас просто нет ума. Так что... АУФ. Действительно, второй уровень познания это всегда рациональное познание. И не поймите меня неправильно. Ученый в естественных науках вполне может обойтись первым уровнем познания. Я их, честно говоря, называю ремесленниками за глаза, но тем не менее. То есть это люди, которые просто-напросто идут, хрен знает зачем, они выполняют одни и те же эксперименты каждый день. Это, по мне, так это как безумие. Если ты особенно... Блядь, чел, ты не понимаешь, как наука устроена. Да, есть разделение на эмпириков и теоретиков. Только проблема заключается в том, что теоретик формирует теорию, потом отсылает данные эмпирику, да, формулу, а эмпирик такой хуяк и начинает это проверять. Эта сука работает буквально наоборот. Ну, в данном случае, в науке и в современной в том числе. Вот, ты получаешь какие-то теоретические представления, модели там и так далее, и так далее, и так далее. У тебя по расчетам в том или ином эксперименте должны получаться такие данные. Ты отправляешь эти данные эмпирику все, эмпирик такой хуячит эксперимент и проеб неожиданно. Или наоборот совпало, и ты такой, блядь, я создал охуенную теорию. Или модель крутую построил. Блядь, литер или просто наоборот здесь все работает. Поэтому ты и не имеешь представления, потому что не понимаешь, как наука работает вообще, в принципе. Твои представления о том, как работает наука, основываются на мнении Ильича Ленина, сука. Понимаешь? Который, блядь, был обоссанным, тупым юристом умственно неполноценным, с раком ебаного мозга, блядь, и грибом еще параллельно. Вот почему, вот в чем проблема. Ух. Ух, как бомбит, блядь. Ух, как бомбит. Потому что его представления о науке построены на тексте, блядь, Ленина, действительно, про империокритицизм, еще какую-то, блядь, хуйню, которую он критиковал, где он просто обсирался просто вот всеми возможными методами, лишь бы раскритиковать реального физика, серьезного философа Маха, будучи при этом обоссанным, тупым умственно неполноценным юристом, блядь, обоссанным, тупым, блядь, карником, блядь, тупым, сука, как кусок говна, блядь, ну ладно, простите. Фух. Гипотеза, она для того, чтобы стать теорией, она возвращается к единичным факторам, она проверяется на тех самых единичных факторах, и если она подтвердилась в ряде единичных фактов, мы можем говорить о том, что гипотеза стала теорией. Ой, блядь, ой, блядь, ой, как все плохо, блядь, ой, как все плохо, пиздец. Гипотеза отличается от теории буквально уровнем своей проработки. Мы не можем сказать, является ли верной или неверной гипотеза. Ее нельзя фальсифицировать. Гипотезу саму по себе невозможно фальсифицировать. Из гипотезы в чистом виде, из простой формулировки той или иной идеи нихуя не следует. Ну, например, я скажу, что весь мир там, не знаю, состоит из эфира. Все. А вы мне говорите, ну так, блядь, не знаю, нигде невидимый эфир, а я говорю, а он невидимый. А вы мне говорите, ну так, я не знаю. У нас вот такое объяснение есть, и оно вполне обоснованное. Я говорю, так, мы тоже вполне обоснованное. Вот он невидимый, но он всем управляет. И вот вообще-то у вас тут пространство-время, а у меня все те же функции выполняет эфир вообще-то. И по тем же формулам рассчитывается. И вы такие сидите, ну охуя, охуя, ну у тебя эфир, круто, классно, да? Фишка-то в этом и заключается, что теория как раз содержит в себе модели, формулы, основания, логические связи, из которых как раз исследуют те следствия, простите за тавтологию, с помощью которых мы можем фальсифицировать эту теорию. Вот в чем фишка теории, да? То есть гипотеза это предварительная формулировка теории. Да, предварительная. Это предварительное предположение. Теория это уже окончательная формулировка. По крайней мере одна из окончательных формулировок, которую можно фальсифицировать. Представляете себе? То есть гипотезу еще нельзя фальсифицировать, непонятно, что там делать. Из теории есть определенные следствия, можно опровергнуть их, следовательно. Конец. Наука-философия, но у нее фактов нету. Как так? Ё-моё! Черт возьми! Все просто. Дело в том, что уровень теории это уровень размышления. В философии нету эмпирических фактов, нету собственной эмпирической базы, но есть размышления. Является ли размышление методом научного познания? Может ли являться одно лишь размышление? Не всякое размышление является методом научного познания? Есть определенные рационалистические методики, которые используются конкретно в науке. Все. Все остальные методы не являются научными. Например, в астрологии тоже есть методы, которые позволяют что-то анализировать. Даже математика там, кстати, есть. Даже математика там, кстати, есть. Непосредственно, да, она там тоже использует... И геометрия там, кстати, есть, тоже они используются. И есть определенные методы анализа и даже определенные методы вывода, скорее всего, тоже там имеются, да, чтобы что-то там обеспечить. Но при этом мы не считаем астрологию наукой. Только определенные рациональные методы могут являться основанием для того, чтобы мы считали что-то наукой. Как-то так. Ну ладно. Которое только и есть у философов. Иначе все это рассуждение просто не имеет никакого смысла, потому что в таком случае при любой рационализации, при любой, да, если нас интересует любое размышление, любая рационализация, мы наукой делаем буквально все, включая теологию. В теологии есть рационализация. С этим спорить, ну просто кринж. Если в этом предмете что-то такое, да, потому что в наш век нет такого штуки, что одна наука, один предмет, да. Сейчас у нас куча наук и один маленький бедный предмет, который пытается хоть как-то скрыть остатки истины от этих безумных ученых. И соответственно, если мы говорим о философии, есть ли такой предмет у философии, который только философия одна может познавать только с помощью своих методов? Да, есть. Какой же? Истина. Ай, блядь, больно, 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 блядь. Ой, пробил. Уу, как сильно. Ой-ой-ой-ой. Это был сильный фейспалм. Да, ну. Опаньки. И здесь принципиальная различие между наукой и философией. Я лишь... Наука познает хуйню, а философия истину. Отлично считаешь, как и Аристотель, как и Гегель. Я считаю, что наука, что философия является наукой. Является наукой об истине. Ни Аристотель, ни Гегель не считали, что философия является, в кавычках, наукой. Это важно понимать, что в каждом контексте, в контексте, в общем-то, четвертого века до нашей эры, то слово, которое переводят как наука, это слово эпистема. Эпистема. Эпистема, блядь, просто эпистема. И переводится оно нередко как знание. Знание, просто знание. Не какая-то там наука, там, я не знаю, просто какие-то знания. Просто знание, получается, да? Есть еще Wissenschaft. Это уже к немцам относительно, к Гегелям и Марксам всяким. Они используют тоже своеобразный термин для обозначения того, что такое наука. Wissenschaft в данном случае получается. И это тоже что-то похожее на ту самую эпистему, а не что-то похожее на, например, science. Вот, science. Science это другой термин совершенно. Он как раз имеет отношение к естественным наукам. И проблема заключается в том, что в разных языках так получилось. Мы очень по-разному понимаем, что такое наука. И дело даже не только в языках, потому что даже относительно слова science имеются колоссальные споры. Просто колоссальные споры имеются. Да, то есть вот практически весь дискурс современности, то есть 20 века философии и науки, вот про всю эту фальсифицируемость, верификацию, вот про все вот это вот, да, это споры о том, как определить конкретно science. Не Wissenschaft, не Epistemu Аристотеля, а именно science. Да, то есть естественную науку. Как отличить естественную науку от ненауки? В этом заключается проблема демаркации внутри философии и науки. Какой критерий подобрать, чтобы отличить науку от ненауки? И более того, почти все люди, которые говорят о том, как наука отличается от ненауки, псевдонауки, лженауки, они говорят о слове science прежде всего, и они апеллируют как раз демаркационными критериями, которые были разработаны в 20 веке. То есть меня здесь поддержат Панчины, Докинзы и прочие замечательные сайентисты в этом. Может, они не до конца осознают, насколько я верные мысли сейчас излагаю, но в общих чертах они меня здесь тоже поддержат. А если еще глубже разберутся в данной теме, то еще больше поддержат, потому что они к этому дискурсу скорее относятся. А Звонов базирует свои представления на неправильном понимании собственно вот таких вот слов как Висеншафт, Эпистима, ну и собственно Сайенс. Он все это перемешал в одну кучу, потому что наши переводчики, к сожалению, очень часто Висеншафт переводят как наука без прояснения, Эпистиму в текстах Аристотеля тоже переводят без прояснения. Это просто наука. Просто наука. В 4 веке до нашей эры. Просто наука. Ну просто написано, что наука. Ну там просто это написано, буквально, да, потому что переводчики, у нас такие переводчики, вот им там так захотелось перевести слово Эпистима. И они ввели Звонов в заблуждение получается. И у Гегеля тоже все это введено в заблуждение, ну просто потому что, ну не потому что Гегель заблуждался, не потому что Гегель заблуждался, а потому что так перевели конкретно. Потому что слово Висеншафт немецкое, да, это скорее что-то ближе просто к знанию в общем смысле. Наука логики это на самом деле некоторое знание общее, о логике. Это не имеется в виду, что Гегель сидел там, не знаю, занимался сайенс, буквально, там, эксперименты проводил, знаете, там, не знаю, составлял какие-то теории, фальсифицировал их, там, вот это вот все, в микроскоп вот так вот долбился, да, то есть, не про это. И слово Виссеншафт даже этого не подразумевает, в принципе. Виссеншафт в том числе про это может быть, да, то есть, Виссеншафт, да, наукоучение плохой перевод, потому что, ну, вы сами понимаете, Виссеншафт, тоже наука, 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 тоже наука, получается. Мы здесь ничего не проясняем в таком случае. Переводят как наукоучение, в том числе, есть такое. Но здесь нам нужно просто понять действительно разницу, да, разницу. Слово сайенс более узконаправленное, да, есть сайенс и старис, например, да, в английском языке, ну, там, у американцев, например, сайенс и старис. И сайенс и старис это Виссеншафт в том числе. И не только они. И не только они, не только старис. Артс тоже туда, в Виссеншафт, отправится. Еще какая-нибудь хуйня, в Виссеншафт обязательно отправится. То есть, Виссеншафт это очень широкий термин. Сайенс, старис, артс, более тонкие термины. Вот. Вот. Важно вот это вот сейчас отметить. И почти вся философия науки, серьезная, которая, вот, собственно, там, Попперы, Локата, Секун, и Фейробенд, и Холтон, и там, все-все-все-все-все, Пуанкаре там всякие, они скорее вот про сайенс говорят. Они не говорят про сайенс плюс стадис плюс артс, понимаете? Они говорят про, не про Виссеншафты там, не про эпистемы, они говорят про сайенс. И они пытаются отличить вот сайенс от не сайенс. Вот у нас есть сайенс, а вот это не сайенс. Все. Конец. Как бы. И здесь принципиальная разница между обычной наукой и философией. Дело в том, что конкретной науки, цель любой конкретной науки, цель, это истина. Но никто не... Ну, блин. В философии науки существует несколько позиций. Ну, например, позиция каких-нибудь объективистов. Да, там истина, цель науки, безусловно. Также есть критические, собственно, реалисты по типу поппера, для которых истина, она там где-то маячит, но достичь ее, скорее всего, невозможно. Единственное, что мы можем делать, фальсифицировать все новые и новые теории. Также есть инструменталисты, которые, соответственно, ставят проблему совершенно иначе. Для инструменталистов оказывается, для инструменталистов оказывается, что, ну, главное, это на самом деле практика, которую мы из теории получаем. И как мы можем эту теорию использовать, и насколько нам удобно вообще иметь те или иные представления научные. Да, вопрос чисто в практический, прагматический даже. Ну, и есть социальные разные определения науки. Ну, что в универе, то и наука, короче. Если совсем просто объяснять, что в универе, то и наука получится. Определение, конечно, такое себе, потому что и терологию мы можем в универ пропихнуть, но все-таки. Это может быть даже совсем не про истину. То есть мы здесь в социальном определении даже не проясняем, возможно ли достижение истины. В рамках инструментализма оно скорее невозможно, но лишь бы практично было и хорошо. В рамках какого-нибудь критического реализма мы сидим такие, и мы знаем, что мы истину никогда не достигнем, но пытаемся приближаться к ней. А вот уже относительно объективистов самая примитивная, простая, распространенная и глупая позиция по поводу философии науки. Согласно уже этому течению, действительно главной целью является истина, она достижима и в некоторых вопросах она уже достигнута. Кто не будет отрицать, что любой ученый хочет найти истину, а не плутаться в собственных заблуждениях до конца жизни? Ты лжешь. Это ложь звонов. Но прикол философии-то в том, что у нее и предмет, и цель истина. Тогда возникает вопрос, а что такое истина и есть ли... Предмет философии истина. Ну, например, допустим, этика — это область философии. Есть такие направления этики, которые убеждены в том, что этика нормативна, исключительно нормативна. То есть она... Ну, то есть у нас нету каких-то объективных оснований этики. Это тоже философия. И там не идет речь об истине. И мы рассматриваем этику, ну, тоже более-менее с каких-нибудь, может быть, практических сторон. И в этом плане этика как подобность такая философии, как философская дисциплина, может не рассматриваться с точки зрения дискурса об истине. Это просто самое простое, распространенное, что можно вообще вообразить. И эстетика тоже самая на самом деле. А-а-а... Ну, у нее такие размытые критерии по выбору партнера в сексуальном плане, да, и как бы... Да и ни одного. Да и вообще... Ну, вы поняли. Тогда мы можем говорить о том, что, ну да, наверное, Маша действительно является тем самым... то есть эта мысль о Маше была истиной. Понимаете, какая штука? И, соответственно, истина – это тождество мира и предмет... Это мысли и предмета мысли. То, о чем... Ну, слушай, Зонов, а также оказывается, что вот Маша – она шлюха, а потом у нее происходит, собственно, отрицание того, что она шлюха, и она становится, собственно, монашкой, а потом происходит, собственно, синтез же, получается, отрицание-отрицание, да, и она становится шлюха-монашкой, потому что она спит со всеми в храме, получается. Осуждаю, кстати, это. Вот. Как вам такое... Как вам такая диалектика? Мы мыслим, и то, что действительно... Более того, как Маша может являться чистокровной шлюхой, если она находится в процессе борьбы противоположностей диалектической, да, и как она может определяться вне процессуальных каких-то терминов и быть просто только лишь шлюхой? Маша никогда не является только лишь шлюхой, я напоминаю, да, мы смотрим на гигелианскую статью, вот, в общем-то, как там она называется? Что значит мыслить абстрактно? Да, вроде бы так она и называется. Ну и получается, что какая-то хрень получается, да. Как же Маша может быть шлюхой-то тогда? Позитивизм не занимается проблемами истины, они неинтересны. Они занимаются, например, проблемами, как вам можно определить достоверное знание? Верификацию. Ну, вот, да. Истина это никак не дает. Понимаете, мы можем много раз, скажем, смотрите, вы когда-нибудь спорили? Чел, верификация, это определенный логический, это прежде всего логический метод, который позволяет нам в протокольных предложениях излагать те или иные материалы нашего опыта и потом складывать весь этот опыт по простым логическим законам в логические теории. Мы создаем протокольные предложения. Да, мы смотрим на мир, создаем протокольные предложения, мы смотрим на факты, создаем протокольные предложения, протокольные предложения объединяем вместе и получаем большую общую теорию из выводов, из этих протокольных предложений. Ну, окей. Как любой ученый, кстати говоря, знает, что истина — это не только сам результат, это не только какое-то суждение, которое мы в итоге получили. Истина — это, прежде всего, сам процесс достижения истины. Скажем, давайте такой совсем банальный пример. Вы написали, значит... Блядь, истина — это сам процесс достижения истины. Что за хуйню ты, блядь, несешь? Одно дело, истина — это процесс. Окей, действительно, истина — это процесс. Допустим, вот у нас там, не знаю, есть животное. Животное рождается, животное рождает там новых детей, животное умирает. Среди детей есть какие-то мутировавшие особи, они выживают или не выживают. Потом появляются из этих особей другие мутировавшие особи и так далее, так далее, так далее. Происходит процесс, постепенно все меняется и бла-бла-бла, бло-бло-бло-бло-бло-бло-бло. Вот вам процесс. Вот вам как истинный некоторый набор положений допустим, что истинный, в общем-то, прописывается процессуально. Окей, all right. А какой же истинный является, собственно, сам процесс познания в данном случае этого? В каком смысле он является истинный? И какой конкретно истинный он является? Истинный о чем? Истинный данного процесса? Но я не думаю, что ученый как-то связан с рождением всех этих животных в процессе эволюции. Может быть, он их ебал, конечно, и участвовал напрямую в ебле животных. Это тоже вполне вероятно. Но вроде бы нет. И в этом плане, и в этом плане, я, честно говоря, не до конца понимаю данное высказывание о том, что сам процесс нашего исследования является, собственно, истинный. Он сам может быть истинным, да, как бы истинным методом, правильным методом для познания. Вот так мы можем выразиться. Вам дали какую-то работу на это не просто удел у белых людей в золотом миллиарде, которые, значит, а что такое истина? Значит, нам пофилософствуем, да, вот как говорится. Как же он намешивает разные понятия и приводит какие-то дурацкие частные примеры? И, соответственно, перемешивает понятия истины, которые, ну, как бы, так скажем, феноменальные, да, ну, это не истина феноменальная, ну, вы поняли, а с понятиями истины, которые теоретические. Прикиньте, змея не имеет никакого отношения к реальности, ну, именно к ноуминальной реальности. И в этом плане, и в этом плане нам не важно, каков ноумен, нам важно, каков феномен. Мы знаем, мы отыскиваем корреляции в мире феноменов. Нам не нужна никакая истина здесь, чтобы определить, что это змея или палка или что-то еще. Вот этот движущийся объект, который похож на палку, в моем мире феноменов, да, он обычно несет опасность всем прочим живым людям, получается. Он их кусает и убивает. Неприятная ситуация. Неприятная ситуация, да, и мы, исходя из корреляции в нашем мире феноменов, просто не будем подходить к таким, в кавычках, палкам, то есть к змеям. Все довольно просто. Смотрим на феномены, ищем корреляции. Никакой истины, никакой реальности просто здесь нет пока что. Мы даже не претендуем на описание реальности. Но мы можем сказать, что, да, там, это змея, она эволюционировала миллиарды лет, там, и так далее, так далее, так далее. Но как нам это поможет от нее спастись? Никак. Вообще никак, на самом деле. И в этом проблема, да, то есть, обретая знания, мы не обретаем практику. Более того, мы можем обрести практику без какого-либо знания. Упс. Ну, знание, опять же, подразумевается, в общем-то, знание истины, знание реальности. Ужас. Так вот, получается, что истина – это вполне себе важная вещь, которую нужно познавать. И, соответственно, философы вполне себе выясняют законы того, как истина себя проявляет, и как истина развивается. А истина вам откроет секрет – развивается. Посмотрите, что такое система Птолемея, да, скажем? Ай, блядь! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй, блядь, больно, 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 блядь, истина развивается. Ай! Ой-ё-ёй, система Птолемея. То есть он считает, что планеты буквально вращались по Птолемею много лет назад, или как? Окей. Помните. Геоцентрическая система, да? Если вы помните, то есть вкратце совсем и по-дилетантски, потому что я не эксперт в этом, но мотивы… Ну что, пролетарская философия, все дела, бывает, пролетария, знаете, мыслят, пытаются. Известно. Как там эта гражданская история, да? Значит, суть в том, что сначала была система Птолемея, она вполне себя описывала небосвод, правильно? Она видит, что звезды двигаются по определенной системе, и это все было описано, так оно и есть на самом деле. Однако, в чем был недочет, да? И почему на ее место… Чел, согласно твоему же определению истины, система Птолемея не может рассматриваться как истинная, если только мир не меняется в процессе своего становления, то есть… Прикиньте, прикиньте, то есть по Звонову, давайте так, краткая история мира выглядит приблизительно так. Сначала были, соответственно, черепаха, там киты, на них слоны там вроде бы стоят, и плоский диск, плоский диск такой вот, да, находится. Потом постепенно все это трансформировалось в некоторую систему, Земля стала постепенно сферической, судя по всему, вот. И вокруг Земли вращалось Солнце, и другие планеты по очень странным орбитам планеты вращались. Солнце-то нормально вращалось, а вот другие планеты как-то странно вращались. Ну, система Птолемея это учитывала. Тоже была истина, вот так вот все и было. Потом, неожиданно, в эпоху Галилея уже, Галилей поставил Солнце в центре Вселенной. Следовательно, вся Вселенная и все планеты, включая Землю и все вокруг, вообще вращалось вокруг этой самой звезды, получается, вокруг Солнца. И только потом Вселенная, да, в процессе нашего познания истины, она изменилась. Как бы получается, 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 по звону вот такая картина мира была, да, вот буквально все менялось. Это интересная позиция философская, я считаю, это очень интересная философская позиция. Но звучит хуёво, честно говоря.